Привет! Это второе занятие, и мы продолжаем тему страноведения. Сегодня на занятии мы проработаем еще с тремя текстами по теме The General Information About the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Its Geographical Position, Nature, Reels and Mountains, Climate. Как вы помните, сначала текст читаю я, а вам нужно его прослушать и понять на слух. There are various kinds of vegetation in this country as well. Oak, ash and elm are the most common trees in England and Wales. As for Scotland, there are many pines and birches. Great Britain is also popular for its moorland covered with heather. As humid climate is so good for plants, a lot of flowers and trees bloom every year early in spring. It happens much earlier than in many other European countries. There are no big forests in Great Britain. Sherwood Forest is one of the most popular. It is located to the north of London. The fauna of the British Isles has much in common with that on mainland Europe. Among not-so-numerous species there are such animals as wolves and bears. In some areas there are also foxes, budgers and beavers. Along the northern coast you may see seals. А вот и список слов из этого текста, которые я советую выучить для экзамена и точно знать, как они пишутся, переводятся и произносятся. Давайте пройдёмся по этому списку. Сначала слово читаете вы, а потом я. Если вы знаете слово, то просто проверьте, правильно ли вы его произносите. Если слово для вас новое, то предположите свой вариант чтения. Как бы вы прочитали это незнакомое слово, попались оно вам на экзамене. А потом мы проверим, правильно вы предположили или неправильно. Как бы вы прочитали первое слово. Правильно, vegetation. Дальше. Oak. Ash. Elm. The most common. Pine. Birch. Moorland. Heather. Humid. A plant. To bloom. A mainland. Fauna. Numerous. Species. A wolf. A bear. A fox. A barger. A beaver. A seal. Итак, теперь, когда мы знаем перевод всех слов, давайте переведём текст целиком. В стране есть разнообразные виды растительности. Дуб, ясень и вяз – самые распространённые деревья в Англии и Уэльсе. Что касается Шотландии, то там много сосен и берёз. Великобритания также знаменита своими болотистыми местностями, покрытыми вереском. Так как влажный климат очень хорош для растений, многочисленные цветы и деревья каждый год цветут ранней весной. Это случается намного раньше, чем во многих других европейских странах. В Великобритании нет больших лесов. Шеркутский лес – один из самых популярных. Он находится к северу от Лондона. Фауна британских островов имеет много общего с фауной материковой Европы. Среди не очень многочисленных видов животных есть такие животные, как волки и медведи. В некоторых местах обитают лисы, барсуки и бобры. Вдоль северного побережья вы можете увидеть тюлень. Если говорить об интонации в этом тексте, то тут стоит обратить внимание на два предложения с перечислением. Я напомню, что для английского языка свойственна восходящая интонация для всех элементов перечисления, кроме последнего. В этом тексте все предложения, как вы видите, повествовательные, поэтому в конце каждого предложения у них стоит стрелочка вниз, которая указывает нам, что интонация должна быть нисходящей. Ну что же, сейчас я прочитаю текст, а потом будет ваше время. В этом тексте есть различные видов животных в этом стране, как и так далее. Ок, аш и аль и аль и аль, которые самые популярные деревья в Европе и в Европе. Ассоцией, как и так далее. Great Britain is also popular for its moorland covered with heather. As humid climate is so good for plants, a lot of flowers and trees bloom every year in spring. It happens much earlier than in many other European countries. There are no big forests in Great Britain. Sherwood Forest is one of the most popular. It is located to the north of London. The fauna of the British Isles has much in common with that of mainland Europe. Among not so numerous species there are such animals as wolves and bears. In some areas there are also foxes, budgers and beavers. Along the northern coast you may see seals. Теперь ваша очередь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Следующий текст. Не подглядывайте. Не подглядывайте. The southern coast is watched by the English Channel and the Strait of Dover. The Strait of Dover is 32 km wide and is the narrowest part of the English Channel. It separates Great Britain from the continent of Europe. The Channel Tunnel, Great Tunnel which is constructed under the English Channel, now links the UK with France. Thanks to this tunnel, it is possible to travel by train from Paris to London which is extremely convenient. All the seas around Britain are shallow and are good for fishing. Great Britain has many rivers, but they are not very long. They are linked by canals, so it is possible to travel by water from one end of Great Britain to another. Отлично. Теперь поработаем со словами. Как бы вы прочитали первое? Правильно. To be surrounded. Второе. Body of water. To wash. The narrowest. A tunnel. To construct. To link. Thanks to. By train. Extremely. Convenient. Shallow. Fishing. A river. Long. A canal. Possible. To travel by water from one end to another. Давайте теперь, зная значение слов, переведем весь текст. Великобритания окружена огромным водным пространством со всех сторон. Восточное побережье Великобритании омывается Северным морем, западное побережье омывается Атлантическим океаном, южное побережье омывается проливом Ла-Манш и Дуворским проливом. Дуворский пролив шириной в 32 километра, и это самая узкая часть Ла-Манши. Он отделяет Великобританию от европейского континента. Туннель под Ла-Маншем, огромный туннель, сооруженный под проливом Ла-Манш, сейчас соединяет Соединенное Королевство с Францией. Благодаря этому туннелю можно путешествовать на поезде из Парижа в Лондон, что чрезвычайно удобно. Все моря вокруг Британии маловодны, и они хороши для рыбной ловли. В Великобритании много рек, но они не очень длинные. Они соединены каналами, так что возможно путешествовать по воде из одного конца Великобритании в другой. В этом тексте есть два слова, которые иногда вызывают путаницу. Это слова canal и channel. Вроде бы и то, и другое слово можно перевести как канал, но все-таки между ними есть разница. На самом деле тут все просто. Canal – это слово, которое нужно использовать, если мы имеем в виду искусственный канал, созданный человеком. Такими искусственными, специально прорытыми каналами являются, например, Суэцкий канал, который по-английски звучит как the Suez Canal или Панамский канал – the Panama Canal. Если мы говорим «Rivers are linked by canals», это значит, что мы имеем в виду каналы специально прорытые для того, чтобы соединить реки. А слово channel используется для обозначения природного канала, к образованию которого человек не имеет никакого отношения. Иногда на русский язык в географических названиях слово channel переводится как пролив, поэтому его синонимом можно назвать слово straight. Я думаю, что разница между этими двумя словами теперь понятна, и вам впредь будет легче их правильно использовать в своей устной и письменной речи. Что касается интонации, то в этом тексте всё достаточно просто, предложения повествовательные, следовательно, в них должна быть нисходящая интонация. Давайте я прочитаю этот текст ещё раз, а потом вы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь ваша очередь. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Отлично! И последний на сегодня текст. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Итак, первое слово. Правильно. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Свойственно восходящая интонация для всех, кроме последнего. Я еще раз прочитаю этот текст с учетом интонации, а потом наступит ваша очередь читать. The river Thames is also famous for many notable cities, which are situated on its banks. Among them are London and Oxford. The Severn is the longest river of Great Britain. It flows along the border between England and Wales. Its tributary is the river Avon. Stratford-upon-Avon, located on its bank, is the birthplace of William Shakespeare. The tweed flows between Scotland and England. The woolen fabric tweed is made in this region, and it got its name from this river. Теперь вы. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, мы прочитали еще три текста, и у нас впереди еще одно занятие, посвященное географии Великобритании, а дальше мы начнем работать с текстами по другим темам. Счастливо! До скорого!